Добрый день, уважаемые участники вебинара! Рада приветствовать вас на первом вебинаре из нашей серии вебинаров, посвященных Pearson Dastrophe English. Сегодня мы рассмотрим с вами Pearson Dastrophe English обзор Young Learner, обзор General. И поподробнее разберемся с вами о том, какой формат заданий наши студенты получают при прохождении Pearson Dastrophe English General Speaking, о том, какие рекомендации мы можем вам дать по подготовке к этой части экзамена, и, наверное, самое важное, как оценивается эта часть экзамена, каковы критерии оценки. В четверг буду рада видеть вас на вебинаре, посвященной письменной части Pearson Dastrophe English General. А в январе буду также рада очень приветствовать вас на экзамене, на двух вебинарах, посвященных нашему экзамену для малышей Pearson Dastrophe English Young Learners, где мы также с вами разберем подробно формат экзамена, критерии оценивания и некоторые рекомендации по тому, как лучше готовиться. Давайте начнем. Меня зовут Евгения Мусатова. Я старший методист компании Language Просвещения. И, в частности, я являюсь экзаменатором устной части, так называемым экзаменатором в смысле interlocutor, устной части экзамена. И, в частности, сегодня также поделюсь с вами своим личным опытом проведения устной части экзамена. Давайте начнем с некой общей информации, с обзора Pearson Test of English. И поговорим о том месте, который Pearson Test of English занимает среди других экзаменов по английскому языку. Сейчас на слайде вы можете увидеть огромное, достаточно большое количество различных экзаменов, их лого и аббревиатур, в том числе и Pearson Test of English General. Также скоро мы будем рады сообщить вам о запуске Pearson Test of English Academic. И также к квалификациям, которые предлагает образовательная корпорация Pearson совместно с Лондонской торгово-промышленной палатой относятся экзамены, коротко, LCCI, которые на самом деле включают в себя более 370 различных квалификаций. Вот среди этого многообразия, наверное, первое, что здесь будет бросаться в глаза, это экзамен IELTS, который очень популярен в России, TOEFL, Trinity, GMAT, MBA квалификации. Давайте посмотрим, какое же место среди всех этих квалификаций занимает Pearson Test of English General. Условно, да, так же, как и условно аспекты изучения языка, мы можем разделить на три большие группы. Это экзамены по общему английскому языку, экзамены, так скажем, по академическому английскому языку и профессиональные экзамены или квалификации. Pearson Test of English General, как вы видите, попадает у нас в категорию, которая относится к экзаменам по общему английскому языку. В чем же их отличительная особенность? Скажите, пожалуйста, зачем мы сдаем экзамены по английскому языку? Есть ли какие-нибудь варианты? Я подожду 30-40 секунд. Зачем? Зачем нам сдавать экзамены по общему английскому языку? Зачем нашим ученикам сдавать экзамены по общему английскому языку? В широком смысле. Что нам это дает? To communicate with native speakers. Прекрасно. Обучение миграции для путешествий. Здравствуйте. Подожду еще несколько секунд. Может быть, будут еще какие-то варианты ответов. Зачем нам сдавать экзамены по общему английскому языку? Для поступления в ВУЗы. Да. Хорошо. Вот смотрите. Самоутверждение. Да, вот прямо самоутверждение – это плюс. Sense of achievement. Несомненно, присутствие для работы. Когда мы с вами сдаем экзамены по общему английскому языку, которые относятся к левой колонке, к левой категории, что мы можем сказать об этом экзамене? Во-первых, он будет определять наш уровень английского языка. Наш, либо наших учеников. То есть в соответствии с общей европейской шкалой языковых компетенций, попадаем ли мы в определенную из шести уровней. Это первый момент. Второй момент. Этот экзамен у нас будет действовать, или результаты этого экзамена, если мы получаем положительную, так скажем, оценку, то есть его сдаем, он будет действовать для нас пожизненно. Что, несомненно, мы можем использовать, когда мы устраиваемся на работу, будь то мы являемся преподавателем, и мы подтверждаем наши фундаментальные знания языка, нашу языковую компетенцию. Говоря про наших учеников, школьников, во-первых, поскольку экзамен Percent Test of English General, я бы сказала, на 85%, совпадает с форматом заданий государственной итоговой аттестации, то для наших студентов это будет прекрасной подготовкой к государственной итоговой аттестации, просто в несколько другом формате международного экзамена. Очень большое количество вузов, на сайте можно посмотреть чуть далее, подробнее об этом расскажу, принимает Percent Test of English General как достаточное доказательство для поступления в высшеучебные заведения. Единственное, что у нас всегда возникает вопрос с визой, поскольку страны, так скажем, имеют границы, защищаются друг от друга, для того, чтобы нам пресечь эту границу и находиться в другой стране, нужно иметь еще и специальную студенческую визу нашим студентам, например, для обучения. Вот, в частности, IELTS позволяет получить такую визу, PT Academic также позволяет получить такую визу, и не только визу, но и вид на жительство. Значит, первое, что нам нужно помнить про экзамены по общему английскому языку, что они у нас в соответствии с определенным уровнем по общей европейской шкале языковых компетенций. Второе, что они действуют пожизненно, соответственно, мы можем их использовать для нашего портфолио в любой момент. И мне очень нравится, и до сих пор, вот я сейчас смотрю на предложенные Евгении самоутвердения, несомненно, наша мотивация к изучению английского языка, продолжение изучения английского языка, к уже пониманию того, где мы находимся на данный момент, она очень сильно, конечно же, подкрепляется положительной сдачей экзамена. Экзамены по академическому английскому, они имеют ограниченный срок действия, традиционно это два года, но два года или даже скорее 18 месяцев, потому что высшая школа может затребовать более свежий экзамен, свежие результаты экзамена. Что касается работы и профессионального развития, здесь, наверное, очень известны экзамены, предлагаемые компанией Microsoft, огромное количество у них квалификаций, экзамен для бухгалтеров ICCA по международной системе отчетности, и экзамены лондонской торгово-промышленной палаты. Здесь мы с вами видим изображение двух, наверное, наиболее известных вузов в мире, это Кембриджский университет и Лондонский университет. Как мы с вами видим из этих изображений, собственно, с архитектурной точки зрения, в принципе, можем, наверное, осудить о том, что из контентной точки зрения начинка у них не очень сильно различается. Говоря про историю возникновения экзаменов Pearson Test of English, хотела бы вам напомнить о том, что экзамены эти существуют с 1985 года. Просто изначально они назывались не Pearson Test of English, а London Test of English. То есть это экзамены, которые были созданы Лондонским университетом, как сразу десятиуровневая линейка экзаменов. То есть сразу были созданы экзамены для наших маленьких слушателей, янг-лёноров, сразу были созданы экзамены для подростков и взрослых Pearson Test of English General, о котором мы сегодня подробнее поговорим. И вот вы видите, что в 1996 году была образована крупнейшая образовательная палата EDXL, которая заверяет и верифицирует качество этих экзаменов. В 2005 году London Test of English поменяли свое название, произошло, что называется, перебрендирование, и теперь они Pearson Test of English, как мы знаем их сегодня. Также значимым событием было присоединение Лондонской торгово-промышленной палаты в 2011 году к образовательной корпорации Pearson, что также позволило расширить линейку предлагаемых квалификаций и экзаменов. Когда мы с вами получаем сертификат о сдаче международного экзамена, мы видим три, так скажем, лого трех компаний. Поскольку экзамены эти предлагаются образовательным холдингом Pearson, это ведущий образовательный холдинг в мире, он является лидером в мире образования и лидером в области цифровых образовательных технологий. В частности, в свое развитие и высокие технологии компания Pearson вкладывает 1 миллиард долларов ежегодно, что, несомненно, очень положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Pearson проводит очень большое количество исследований. С частью этих исследований я также вас сегодня познакомлю. И, в частности, по данным авторизованного центра по приему экзаменов лангвич-просвещения, которым мы являемся, в 2018 году из 100% кандидатов 97% сдали экзамен Pearson Test of English и лишь 3% кандидатов получили неудовлетворительные результаты. Несомненно, к экзамену наши студенты готовились с использованием материалов Pearson, но такая статистика, как 97% сдачи экзамена, мне кажется просто поразительной. Также на сертификате вы увидите такие эмблемы таких компаний, как EdExcel и Ofqual. Это, если сравним с нашими российскими реальностями, будут FIPI и Рособорнадзор, крупнейшие синдикаты, которые обеспечивают качество экзаменационных квалификаций. Говоря про признание Pearson Test of English в мире, здесь на слайде вы можете увидеть некоторую статистику. Мы знаем, что цифры и данные говорят ярче слов. В частности, более 9 миллионов людей ежегодно сдают этот экзамен. Палата EdExcel является основным экзаменационным синдикатом более чем в 100 странах мира и также крупнейшим экзаменационным синдикатом Британии. И во всем мире существует более тысячи тестовых центров в, как вы видите, более 50 странах по всему миру. Помимо того, что Pearson Test of English признается глобально, также он еще у нас признается и интернационально. Некоторые еще факты о том, что Pearson Test of English признается правительствами некоторых стран. Полный список можно найти на слайде, в том числе и министерствами образований. Так, в частности, в Украине Pearson Test of English засчитывается как выпускной экзамен в школе. То есть является государственной итоговой аттестацией в школе. Говоря про признание среди высших... О, да, извините, Рособорнадзор. Я прошу прощения. Говоря о признании среди высших учебных заведений, здесь вы можете увидеть часть эмблемы названий учебных заведений, которые признают Pearson Test of English General как достаточное основание, достаточное доказательство уровня владения английским языком для прохождения обучения в этих высших учебных заведениях. Коротко о основных характеристиках и особенностях Pearson Test of English. Во-первых, как мы с вами помним из предыдущего слайда, в 1985 году эта десятиуровневая линейка экзаменов была создана Лондонским университетом и изначально называлась как London Test of English. У Pearson исповедуют политику или исповедуют философию, что натаскивание на экзамен, либо дриллинг в формате задания экзамена это не есть правильная позиция при обучении английскому языку как иностранному, поэтому экзамены разработаны таким образом, чтобы они легко могли интегрироваться в большинство программ по изучению английскому языку. Поскольку репертуар заданий, с помощью которых мы можем проверить, те или иные навыки ограничен, то Pearson считает, что если мы преподаем английский язык качественно, на хорошем уровне, используя правильные материалы, наши ученики, наши студенты легко могут сдать международный экзамен, в частности Pearson Test of English General, познакомившись с его форматом и продемонстрировав те знания, которые они приобрели на занятиях. Поскольку линейка эта экзаменационная создавалась сразу как единая линейка десятиуровневая, очень четко прослеживается преемственность между уровнями и форматом экзамена. Мы с вами сегодня тоже поподробнее убедимся в преемственности в устной части экзамена. Конечно же, общеевропейская шкала языковых компетенций принята во всем мире для оценивания владения европейскими языками, поэтому неудивительно, что экзамен этот приведен в соответствии с общеевропейской шкалой языковых компетенций, так называемым СЕФР. Несомненно, когда мы сдаем экзамены по общему английскому языку, то, что нас больше всего интересует, это практические навыки владения английским языком. Не теоретические знания, не знания методологии или чего-то еще, а то, как мы можем использовать его по теме. И гарантия объективности результатов гарантирована тем, что одну экзаменационную работу проверяет 10 экзаменаторов из Великобритании. Как я уже сказала, сертификат бессрочный. Как вы знаете, Pearson Test of English предлагается как 10-уровневая линейка экзаменов для двух основных групп. Pearson Test of English Young Learners с 7 до 12 лет и Pearson Test of English General от 13 лет. Говоря про навыки, здесь, конечно же, мы проверяем все основные четыре языковые навыка аудирования, чтения, письмо и говорения. И сегодня мы с вами подробнее остановимся на говорении. Несколько еще слов хотелось бы сказать про сертификат. После сдачи этого экзамена экзаменуемый при успешной сдаче получает следующий сертификат, где вы можете увидеть вышеупомянутые организации. Важно отметить, что экзамены этот полностью, вся экзаменационная работа проверяется и оценивается экспертами-экзаменаторами из Великобритании. Как я уже сказала, одну работу проверяют более 10 экзаменаторов, чтобы обеспечить наивысшую объективность оценки. Сертификат не имеет срока давности, то есть действует пожизненно. И что важно для нас, как для преподавателей, каждый сертификат имеет так называемый performance report или комментарий о том, где по каждому из четырех навыков какой результат показал наш студент. Когда мы сдаем любой международный экзамен, мы не можем ожидать, что как performance report или как комментарий мы получим следующую оценку, что в задании, не знаю, два пункта три студент сделал неправильный выбор. Ни один международный экзамен, ни один тест нам, к сожалению, такого варианта не предоставляет. Но поскольку нашим важным для нас моментом является понять, где наш ученик находится сейчас, какие моменты требуют дальнейшего развития, мы можем получить следующий performance report. Четыре навыка. Вот максимальный 25 по listening. Мы видим, что кандидат набрал 20 из 25. При том, что это у нас уровень пятый, уровень на сету самый высокий. То есть 20 из 25 мы можем понимать, что с listening все окей. Если бы это было на более низких уровнях, тоже так же. То есть listening, reading, эти навыки у нас развиты достаточно хорошо. Что сразу же бросается в глаза? Навык, который требует очень большой работы, значительной работы, это 9. Да, действительно, для level 5, для самого высокого уровня, который предлагает этот экзамен, на speaking максимальное количество баллов 24, потому что мы с вами знаем, что нет предела совершенства. Поэтому здесь такая вот история. На остальных уровнях у нас с вами 100 баллов, да, то есть везде 20-25. ну, да, вот так вот. Везде 100 баллов максимально. Я здесь 24 балла трактую, как я вам уже ранее сказала, что нет, нет предела совершенства. Тем не менее, да, из 25 нас интересуют с вами здесь writing, да, и speaking. И сегодня разговор у нас с вами будет подробнее про speaking. переходим с вами к особенностям формата и содержания Pearson Test of English General. Как мы уже сказали, основные цели экзамена это определить уровень языковой компетенции кандидата, сформировать навыки сдачи независимых экзаменов и повысить самооценку. Говоря про General, у нас здесь с вами будет 6 уровней, письменная часть будет занимать от 1 часа 15 минут на уровне A1 до 2 часов 50 минут на уровне Level 5, на так называемом уровне Level 5. Что значит это время в плане письменной части экзамена? Что кандидат может делать аудирование, чтение и письмо в течение всего заявленного периода и экзаменационные задания у кандидата не изымаются. То есть есть вся полностью экзаменационная работа в течение всего заявленного времени. Это важно нам для подготовки особенно к письменной части экзамена. И устная часть, о которой мы с вами сегодня подробнее будем говорить, она занимает от 5 до 8 минут. Такое, казалось бы, короткое количество времени, но на самом деле очень большая работа стоит за этим коротким периодом времени. Что важно для нас, особенно для письменной части, что экзамен предполагает тематическое единство, то есть тема экзаменационной работы, она будет единой, там, не знаю, цифровые технологии, например, все будет вокруг одной какой-то темы. Говоря про уровни экзамена, у Pearson Test of English 6 уровней A1, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 и Level 5. Здесь вы видите их соответствие общей европейской шкале языковых компетенций, и в правом столбце у нас с вами есть соответствие с Global Scale of English, которую после очень большой проведенной работы разработал Pearson. Это дополнение к общеевропейской шкале языковых компетенций, некая, скажем, такая градуированная линейка, да, то есть Level A1, он будет у нас попадать в категорию от 22 до 39, то есть достаточно большой размах. Еще раз про то, какое количество времени занимает каждая часть экзамена, вы можете увидеть поподробнее на слайде, говоря про устную часть. Для Level A1 и Level 1 длительность будет составлять 5 минут, для Level 2 и Level 3 длительность будет составлять 7 минут, для Level 4 и Level 5 длительность будет составлять 8 минут, то есть, как мы с вами уже сказали, от 5 до 8 минут. Письменная часть, здесь вы также можете ознакомиться с длительностью, напоминаю, что работа у кандидата есть все время, которое он пишет письменную часть. Письменная часть обычно состоит из 9 заданий, из 9 секций. Как вы видите, первые 3 из них посвящены аудированию, при том, что второе задание Dictation называется у нас Listening и Writing. Четвертое, пятое, шестое и седьмое задания это чтение в различном формате. Восьмое задание это интегрирование и восьмое это интегрирование задание, когда на основании прочитанного текста мы пишем или наши студенты пишут эссе и девятое это написание письма. Говоря про устную часть, она состоит из четырех типов заданий. Для всех уровней, в том числе включая уровни A1 и Level 1, первое задание это Sustained Monologue. Что такое Sustained Monologue? Это интервью. на уровне A1 и на уровне 1 у нас нет с вами задания по дискуссии, но со второго по пятый уровень присутствует задание по дискуссии. Дальше для всех уровней у нас описание либо одной, либо нескольких картинок. И последнее задание это ролевая игра. Также хотела бы сказать о сдаче этого экзамена. В настоящий момент существует 7 сессий, на которые вы можете зарегистрироваться за 1 месяц до письменного экзамена и сдается он в авторизированных центрах, список которых можно найти у нас на сайте. Экзамен этот или его устная часть Spoken Part всегда сдается один на один с экзаменатором. Соответственно, мы проверяем знания лишь одного кандидата и его способность взаимодействовать с лицом проводящим экзамен, так называемым interlocutor. Устная часть записывается на диктофон или на любое другое устройство и оценивается в Великобритании. Как я уже сказала, для уровней Level A1 и Level 1 устная часть экзамена занимает пять минут и состоит из трех секций. Personal Information, которая занимает полторы минуты, описание картинки две минуты и ролевая игра полторы минуты. Если посчитаем полторы, полторы это три и две получается пять минут. На втором и третьем уровне длительность будет семь минут и устная часть экзамена будет состоять из четырех секций. Personal Information или Interview полторы минуты, дискуссия или обсуждение две минуты, описание двух картинок полторы минуты и ролевая игра две минуты. Таким образом семь минут. Для четвертого и пятого уровня, которые соответствуют C1 и C2, длительность экзамена лишь на минуту длиннее, она составляет восемь минут. Также экзамен состоит из четырех секций. Personal Information, Discussion, Picture Description и Role Play. Начнем с вами с Personal Information. У экзаменатора есть четыре вопроса на выбор к каждому уровню этого экзамена. Что здесь проверяется? Проверяется жизненный опыт или мнение по какой-то очень приближенной к жизни темы, с которой сталкивается экзаменуемый и оценивается так называемый long term. То есть экзаменатор всегда дает очень четкую инструкцию. Например, вы можете увидеть здесь Now I'd like you to speak on your own for about one minute. То есть экзаменатор задает длительность, в течение которого экзаменуемый должен производить монологическую речь. Если же наш экзаменуемый затрудняется рассказать, например, про свою семью, про свои хобби, про спорт, про путешествия, темы могут быть самыми разнообразными, обычно список тем высылается за некоторое время до экзамена. То экзаменатор может помочь экзаменуемому и задать некоторое количество дополнительных вопросов, которые называются follow-up prompts, для того, чтобы помочь экзаменуемому разговориться, либо направить его мысли в определенный рубеж. То какой именно вопрос задаст экзаменатор, каждый экзаменатор решает для себя сам. Что касается рекомендаций, то можно идти по вопросам первый кандидат первый вопрос, второй кандидат второй вопрос, третий кандидат третий вопрос, четвертый кандидат четвертый вопрос, но если мы видим, что девочка или девушка молодая и возможно какие-нибудь активные или агрессивные виды спорта могут быть ей неинтересны, то экзаменатор в принципе имеет право предложить тему, которую он считает будет наиболее близка экзаменуемой. С какими сложностями здесь чаще всего сталкиваются экзаменуемые? Во-первых, нам нужно четко понимать, какое количество монологической речи мы ожидаем от экзаменуемых на каждом уровне. И на слайде вы можете увидеть примерное количество по времени на уровнях A1 и Level 1, которые соответствуют уровню A2, мы ожидаем 15-20 секунд, после которых задаем дополнительные вопросы. Экзаменатор задает дополнительные вопросы. Level 2, Level 3 мы ожидаем аналогическую речь в течение 60 секунд. На уровнях соответствующих C1 и C2 мы ожидаем полторы минуты. у экзаменатора есть рекомендация не перебивать экзаменуемого, то есть дать ему возможность использовать предоставленное ему количество времени. После этого вопрос, наверное, который будет волшебным для всех учителей, как мы можем проверить, есть ли собственно у нашего ученика что еще сказать по теме условно tell me about a person in your family who is important in your life. Наш экзаменуемый либо в процессе подготовки или просто в течение занятий по английскому языку, когда мы тренируем аналогическую речь, прежде чем задавать какие-то дополнительные специальные вопросы, мы можем проверить собственно все ли наш ученик сказал, что он хотел, задав вопрос is there anything else you would like to say about the topic. И из моего опыта действует этот вопрос просто волшебным образом. Первое, что нужно дать, конечно же, ученику возможность высказаться. Какие еще сложности я замечаю у наших учащихся? Прежде всего, это, конечно, ограничение их кругозора или недостаточное количество жизненного опыта или недостаток погруженности в какую-нибудь тему, которая, предполагается, уже должна быть знакома на этом опыте, в этом возрасте. Расскажите мне о человеке в вашей семье, который для вас важен. Наверное, мы предполагаем, что здесь будет разговор про маму, про папу или про какую-то интересную бабушку, но очень часто, сказав эту фразу, ребенок или подросток не может четко у себя в голове обосновать, почему же мама для него важна. Поэтому, наверное, нужно тренировать вот эту, скажем, причинно-следственные связи или мой так называемый любимый why question. Что касается подготовки, любой курс Pearson, он предлагает огромное количество заданий по подготовке к интервью. есть корреляции к каждому учебнику. Здесь я просто выбрала и расположила на слайде некоторое количество таких заданий. То есть в процессе подготовки, как вы можете видеть, здесь задания не варьируются от первого упражнения, которое будет лид-ин или вормап в уроке. и в принципе мы как бы традиционно с вами, наверное, привыкли, что это задание оно у нас вот именно на монологическое высказывание. What's your favorite place to eat, например? В формате экзамена как мы можем переформулировать этот вопрос? Tell me about your favorite place to eat. И в зависимости от уровня мы можем устанавливать с таймером количество времени, в течение которого мы ожидаем, что наш ученик будет говорить по этой теме. Здесь второй вопрос в этом задании. Are there any unusual restaurants in your town? Очевидно, что мы можем рассказать, наш ученик может рассказать про какое-то место, куда он, вероятно, ходит подросток с родителями, либо когда уже более старшие подростки, со своими друзьями, но опять же вот этот вот range, или, скажем, количество, которое он может сказать, ограничено. Каким бы ни был дружелюбным этот экзамен и экзаменуемый, каждый раз, когда нас оценивают, каждый раз, когда наших учеников оценивают, это некий уровень стресса. Более того, количество времени ограничено, поэтому, если мы с вами потренируем наших учеников в процессе проведения занятий и поможем им сформулировать, что это не просто favorite place to eat, а, может быть, это unusual place to eat, или что в нем необычного, ну, и так по каждой теме. Это первый тип заданий, который есть во всех учебниках, ну, вот, в частности, здесь из Why the World, lead-in questions. Точно так же при культурных, при culture, culture units у нас есть Why the World, такая история, как explore, и я прошу прощения, отвечу сразу на вопрос Татьяны, нет, Татьяна, как я ранее сказала, этот экзамен, он легко интегрируется в любой учебник и в любой учебный курс, потому что рейндж заданий, да, и репертуар проверяемых заданий, он очень, скажем так, типичен и ограничен. Я сейчас, вот, мы можем даже с вами не смотреть на учебник, а просто подумать, вот, в любом учебном курсе у нас точно будет вот такой вот leading question, да, или leading question, warm-up question в таком формате. Здесь у нас речь идет, если вы посмотрите на вопросы про a good memory, да, то есть задания, которые мы можем в конце сформулировать для нашего ученика, now I'd like you to speak on your own for about one minute on how to develop your memory, how to keep your memory, там, не знаю, in a good in a good mood, да. How to remember new things. Что здесь еще интересно, вот, говоря про учебники Pearson, что после просмотра видео, да, когда у нас есть какой-то материал, на основании которого нашим ученикам будет легче формировать и формулировать свой ответ, мы также можем найти задания в формате первого задания экзамена Personal Information, например, Talk about your favorite recipes with eggs, да, мы понимаем с вами, что тема еда, тема очень популярная в экзаменационных работах встречается очень часто, мы проделали какое-то количество упражнений, выучили, скорее всего, вокабуляр, выучили там нужную грамматику, я не знаю, в зависимости от уровня, после этого ученики наши, например, посмотрели видео, здесь вы видите walks, pops, это значит будет интервью на улицах города, да, где реальные жители, поскольку учебник создан в Содружестве BBC, отвечали на вопрос, например, что вы больше всего любите есть на завтрак, или какое ваше любимое блюдо с яйцами, соответственно, такие видео ответы помогают нашим ученикам поставить себя на место человека, отвечающего на вопрос, да, понятно, что когда у нас есть какие-то различные варианты блюд с яйцами, детям легче сказать о том, что же они любят, при условии, что у нас до этого, да, была отработана нужная вокабуляр, нужная грамматика, нужные функции. Также после прочтения любых текстов мы можем с вами увидеть и также в любых учебниках такую историю, как and you, да, что называется персонализация you, а что у вас, вот вы прочли про путешественника, а как вы относитесь к путешествиям, или вы прочли описание необычной семьи, давайте теперь сформируем ваш ответ для рассказа про вашу семью, про члена вашей семьи. Говоря про более старших школьников, здесь мы предлагаем подготовку по учебнику фокус, у которого есть прекрасная история, когда мы сначала замеряем, какой вокабуляр мы знаем. Вот условно, опять же, да, для того, чтобы нам было что сказать по этой теме, нам нужно обладать какими-то бэкграунд knowledge по этой теме. Мы поговорили про или посмотрели основные типы и стили музыки, и после этого, пожалуйста, какое задание мы предлагаем нашим ученикам. Напишите, пожалуйста, пять музыкальных групп, о которых вы можете подумать в течение 60 секунд. Тренировка на время очень важна в любом случае, как развитие микронавыка, да, так и при подготовке к устной части Pearson Test of English General. Перечислили все команды, да, у нас нет ограничения по тому количеству, которое нужно в данный момент сделать, особенно если мы работаем с большой группой, это будет очень большим подспорьем, потому что ученики наши, понятно, что с разным, с разным уровнем знаний, с разной производительностью, когда мы не ставим ограничения по, перечислить 10, 15, 20 или 5 команд, то каждый ученик, да, либо каждая пара, либо каждая группа, в зависимости от того, как мы думаем организовать это задание, оно перечислит то количество, которое сможет вспомнить в течение 60 секунд, да, вот сделали мы такое задание на скорость и после этого обсудили какой стиль музыки, давайте сравним их дальше с партнером, с его топ-5, и из этого задания можно очень легко сделать задание в виде интервью, расскажи мне про свою любимую музыкальную группу, да, и опять же для уровня A1, Level 1 15-20 секунд, для следующих уровней 60 секунд, для самых высоких уровней 90 секунд, да, любой Gap Fill, который вот у нас грамматика, либо вообще вот в любом формате Gap Fill, когда у нас с вами есть предложение, да, вот здесь у нас отрабатывается структура going to, I'm going to walk home after school, понятно, что мы очень часто делаем после этого задай соседу вопрос в паре, ответь на него, да, дальше мы можем расширить это упражнение до tell me about your way home from school, да, или what are you going to do, либо мы можем преобразовать это задание в Mingling activity, когда мы попросим всех наших учеников, вне зависимости от группы, будет 5 человек, 10 или 30, подняться со своих мест и, например, найти 5 человек, да, в зависимости от размера группы, у которых там первые три утверждения тоже да, да, или там последние три утверждения они нет. Таким образом, во-первых, прекрасная форма работы, которая позволяет нашим ученикам расслабиться, получается история с неким edutainment, и говоря конкретно про экзаменационную подготовку, для наших студентов нормально, что они разговаривают друг с другом, общаются и участвуют в общении в формате интервью. Для взрослых слушателей с 18 лет у нас есть прекрасный учебник, который называется Roadmap, и основная история каждого урока, который является некой законченной всегда историей, у нас есть коммуникативная цель, например, здесь познакомиться с кем-нибудь, грамматикой и вокабуляр, который мы под нее изучаем. Соответственно, в формате первого задания прекрасный, на мой взгляд, вопрос, Why are you studying English? Do you have anything in common with the people in the profiles? Здесь, на самом деле, у нас идет подготовка еще и к третьему сразу заданию. вот буквально в эту субботу я принимала экзамен PT General Speaking и было достаточно большое количество вопросов как раз посвященным причинам для изучения английского языка. Поскольку как экзаменатор я просто записываю и провожу этот экзамен как устный экзаменатор, тем не менее, несомненно, я обращала внимание на контент и на то, как люди отвечали на этот вопрос. В принципе, если меня сейчас даже спросить, почему я учила, учу и буду учить английский язык, скажем, сходу, может быть, я придумаю пять каких-то вариантов. Я в образовании, это моя работа. Для наших студентов, для наших учеников этот вопрос может оставаться открытым, поэтому призываю вас тоже обращать к нему внимание. Здесь у нас будет, опять же, формат заданий такой же, очень похожий. Мы с вами условно тренируем вопросы, после этого тренируем ответы на эти вопросы. Второе задание дискуссия, которую у нас студенты экзаменуемые сдают на втором, третьем, четвертом и пятом уровне, предлагает самую, вызывает самую большую сложность. Когда мы говорим, что такое дискуссия, предполагается, что какое количество у нас будет участников. Будет ли говорить только экзаменуемый, или он еще даст возможность что-то сказать экзаменатору. Для многих, вне зависимости от уровня, вне зависимости от возраста, этот момент, если он достаточно, скажем так, не проработан, или о нем не сообщено заранее, вызывает сложность. Обычно экзаменатор дает инструкции. Тоже очень важный момент, которому нам нужно научить наших студентов, это внимательно слушать инструкции. Не уверена, хорошо ли вам видно, поэтому я прочитаю. Now we are going to discuss something together. Вот мы даем инструкцию. Сейчас мы с вами будем что-то вместе обсуждать. То ли стресс, невнимание к инструкциям очень часто приводит к тому, что слово together опускается и не замечается нашими экзаменуемыми. Дальше экзаменатор говорит The question is should communities continue to celebrate traditional festivals or replace them with more modern ones? What do you think? Первое, что самое любимое я думаю всеми преподавателями это альтернативный вопрос или вопрос с or? Понятно, что в речи, как я сейчас сделала, мы никогда его так не выделяем, но в принципе при подготовке, при проведении любых дискуссий, особенно в парах и группах, очень важно обращать внимание наших студентов о том, что or предполагает, что есть у нас точка зрения А, точка зрения Б, и мы, конечно, можем с вами говорить, преимущества, недостатки, вот advantages, disadvantages, но дискуссия в данном случае предполагает, что наш студент придерживается одной точки зрения, точки зрения А или точки зрения Б, и он ее отстаивает, то есть приводит определенные аргументы в ее защиту на английском языке. Соответственно, в зависимости от того, какую точку зрения выберет себе экзаменуемый, у экзаменатора есть некоторые идеи, которые он может использовать для поддержания беседы. Предполагается, что экзаменуемый и экзаменатор должны обменяться тремя комментариями по этой теме. Здесь цифра 3 не случайна. Как вы знаете, есть очень известное такое выражение о том, что один раз это случайность, два раза это совпадение и только три раза мы можем говорить, что это статистика. Поэтому любое мнение, любой аргумент, как мы с вами знаем, он подразумевает под собой три каких-то доказательства, предоставления трех доказательств. подытожим. Основная сложность, которая здесь встречается, что студенты не слышат, что это будет обсуждение вдвоем и просто начинают точно так же монологически, скажем, достаточно долго высказываться, как и в первом задании. И экзаменатору приходится их скажем так перебивать. и второе это недостаточное количество аргументированности их точки зрения. Опять же, длительность здесь у нас с вами всего две минуты. То есть за две минуты экзаменуемый должен три аргумента предоставить и экзаменатор. Соответственно, эти аргументы нам еще нужно или экзаменуемому нужно придумать в своей придумать, иметь идеи, иметь о чем говорить. Поэтому тренировка на использование любых заданий, чуть позже я продемонстрирую примеры таких заданий, она очень важна. вот, например, урок, посвященный аудированию и развитию вокбуляра. Соответственно, здесь наши студенты делают большое количество вещей, вот они получают, что называется у нас input, некоторую информацию, с которой они потом могут работать. И заканчивается все это у нас выходом на speaking, выходом на продуктивный вид деятельности. Например, что у нас здесь сделать? In pairs, discuss what you think makes a good festival. Кстати, да, у нас прошлый вопрос, пример был тоже про festival. Compare your ideas with the class. Ну, например, мы можем делать или предложить нашим ученикам делать это не в формате сразу сравнения со всем классом, а предложить это как парную работу. У нас здесь, кстати, есть идеи, потому что генерирование идеи, это, конечно, отдельная тема и отдельная история. И мы можем несколько трансформировать это задание. Например, студент считает, что хороший хорошее good entertainment делает хороший праздник, а студент B считает, что не делает. Потом студент A считает, что tasty food делает, студент B считает, что не делает. То есть, если мы немножко трансформируем любое задание на обсуждение в формат ты считаешь так, ты считаешь так, накидаем давайте с вами по три аргумента и попробуем ими обменяться. Опять же, что у нас здесь с вами получается? Social functions, как соглашаться, не соглашаться. Потому что понятно, что при взаимодействии студент сказал что-то, я считаю, что это хорошо, потому что экзаменатор, соответственно, в зависимости от уровня подстраивает свою речь и говорит да, но или I see what you mean, but I see your point, but I partly agree, but потому что задача экзаменатора отстоять другую точку зрения. Соответственно, такого формата задания на дискуссии они предлагаются в огромнейшем количестве, то есть практически любой учебник мы можем с вами открыть и тут же найти такое задание на дискуссию, и social functions они тоже у нас очень активно везде преподаются. Точно так же, например, мы с вами читаем любой текст, делаем задания, может быть, работаем со словами в зависимости от того, какие перед нами стоят задачи. И точно так же после прочитывания текста мы можем организовать одно из заданий на обсуждение, одно из заданий в формате дискуссии. Здесь я выбрала это задание, потому что мне понравилась история про что же будет важно для школы в 2025 году. Соответственно, задачу мы можем сформировать как условно школы будут традиционными или школы к 2025 году сильно изменятся. Самое главное, что на первых особенно этапах нам важно давать опоры для наших учеников, на основании которых они будут формулировать свои аргументы. Что же касается учебника или рекомендованного учебного курса для взрослых слушателей. То есть здесь даже в формате повторения мы можем найти очень большое количество заданий. Мне при изучении будущих времен, в частности Will для Predictions очень нравится задание «А верите ли вы, насколько изменится мир к 2025 году?» Когда-то это было к 2000 году. Ну что там будут ли жить люди до 150 лет? То есть вот это задание можно здесь посмотреть у нас с вами 6 пунктов, вот прям 6 дискуссий для одной или пары учеников, для всего или класса, все 6, либо каждому по одной. То есть идей огромное количество вот в Predictions особенно. тенденда. И точно так же, когда мы с вами делаем, ну, чаще со взрослыми, конечно, слушателями, описываем с вами тенденции, изменения, там, например, вырастет ли у нас уровень жизни или останется прежним. Ну, на более, скажем, высоких уровнях, третьем, четвертом, пятом уровне, такие вопросы могут встречаться. Говоря про следующее задание, описание картинок, на уровне Level A1, Level 1, у нас студенты описывают одну картинку, и вы можете увидеть здесь внизу образец такого экзаменационного задания. Это образец экзаменационного задания экзаменатора. Студент же просто получает картинку на карточке, которую он должен описать. На уровне 3, 4, 5 наши экзаменуемые получают две картинки, там еще будет дополнительный вопрос. Мне кажется, что описание картинок это достаточно сложная тема, на которую, тем не менее, очень много предлагается различных вариантов. Для меня в процессе подготовки что является важным? Первое, когда я прошу описать картинку, например, открывая, картинка взята из учебника, опять же, первое, видите, здесь первое задание, соответственно, это lead-in. Я прошу ученика либо группу учеников опишите, пожалуйста, картинку. Условно у нас здесь с вами look at the photo, do you think the girls know each other? Какой ответ в течение занятия я, собственно, получаю? Yes, I think they know each other. No, I don't think so. Это максимум, вообще, на самом деле, это даже какой-то идеальный вариант. Я спрашиваю у моих учеников, почему вы мне поподробнее бы не опишите эту картинку? Мне говорят, Евгения, конечно, умному человеку всегда с собой есть о чём поговорить. Условно, мне кажется, важным здесь объяснить нашим ученикам о том, что описание картинки это один из способов проверить их знания и уровень владения английским языком. Что они описывают её, собственно, исходя из определённых целей, что при сдаче международного экзамена, что при сдаче государственной итоговой аттестации. И я своим ученикам предлагаю следующий план, это достаточно известная последовательность вопросов, которая позволяет не растеряться и не сказать, я вижу трёх девочек в середине блондинка и она в жёлтой кофточке. Это просто реальная история, которая произошла с этой конкретной картинкой. А я предлагаю каждый раз описывать картинки, исходя из определённой последовательности вопросов. Кто эти люди? Что вы думаете, кто эти люди? А где они? А какое сейчас время? А что эти люди делают? При проведении последней сессии в пятницу и субботу я обратила внимание, что очень большое количество студентов, особенно на уровне 2 и на уровне 3, что было для меня очень удивительным, не использовали present continuous. понятно, что кажется очевидным, что когда мы с вами описываем картинку, мы используем present continuous для описания того, что происходит в настоящий момент. Тем не менее, мой личный опыт как экзаменатор, самый даже свежий, и ранее показывает, что continuous, к сожалению, очень часто у нас у студентов выпадает. Соответственно, что они делают? Зачем они это делают? Во что они одеты? Что вы можете увидеть на заднем фоне? Какая погода, если вдруг погода важна? Какой это сезон? Как люди себя чувствуют? И почему? И кстати, вот этот вопрос дополнительный, что вы думаете случится дальше? Или как себя чувствуют участники происходящего и почему он задается экзаменатором очень часто при описании картинок. В итоге предлагаю использовать данный план, и когда мы по этому плану раз за разом, раз за разом описываем картинку, студенты к этому привыкают, и для них это уже не является такой сложной историей. еще замечательным упражнением для развития собственно и оно навыков говорения и в том числе письма, мы можем применять его во многих вариантах, является расширение предложений. Изначально это упражнение предложено в Speak Out Advanced, но мы можем адаптировать его к любому уровню. здесь вы можете увидеть пример, опишу вам на простой истории, например, человек говорит, я люблю пить кофе, I like to drink coffee, мы задаем ему большое количество дополнительных вопросов, when do you like to drink coffee? I like to drink coffee in the morning, what coffee do you like to drink? I like to drink black coffee in the morning, wear, I like to drink black coffee in the morning, in the kitchen. Иными словами, иногда у нас настолько с вами получается короткое предложение, I like to drink coffee, казалось бы, нам больше об этом нечего сказать, или там, the girl is wearing a yellow pullover. тем тем не менее, если мы приучаем наших студентов к расширению expanding the sentence, используя модальные глаголы, relative clauses, в зависимости от уровня, если это встроено в их как в навык, в том числе это может помочь им при описании картинок. В учебниках, в том числе в учебниках Pearson, можем увидеть очень большое количество заданий и даже отдельных уроков, которые посвящены описанию картинок, где у нас также предложен план действий по описанию этой картинки. Например, здесь прекрасно предложено начало. In this photo I can see there is or there are this photo shows вполне естественный и логичный ответ, который не даст впечатления того, что это какая-то заученная речь, как топик, а бывает, что и такое встречается. Дальше очень близко к предложенному мной ранее плану мы описываем место, где и что происходит на бэкграунде, в серединке, на переднем плане. Дальше что мы думаем по этому поводу, что мы думаем происходит и выражение своего мнения. Соответственно для описания чувств, как они себя чувствуют, нам нужно с вами естественно некоторое количество прилагательных и здесь я просто нашла также из нашего учебника пример, когда у нас есть картинки и мы изучаем прилагательные для описания того, как себя люди чувствуют. Более того, там очень дальше большое количество заданий, продолжаем также работать с этими картинками. Опять же, вот здесь даже при экзаменуемых второго уровня, Level 2, Level 3, очень маленькое количество я слышу прилагательных, которые используются для описания чувств, при этом прилагательные эти, скажем, очень простого порядка, хотя я понимаю, что в школьном курсе и в частных языковых школах изучается достаточно большое количество прилагательных, да, и программа, и уровень это подразумевает, просто, возможно, мы не так много внимания этому уделяем и акцентируем. И последнее задание, так называемое Role Play, где студенту экзаменуемому предлагается в течение 15 минут ознакомиться с заданием и далее поучаствовать в ролевой игре, то есть диалогу на какую-то жизненную тему, максимально приближенному к жизни. Очень часто наши ученики говорят, а где же он этот вот, собственно, реальный английский. На более низких уровнях у нас будет четко прописан, как вы здесь можете видеть, порядок действий для студента и порядок действий, собственно, порядок фраз для экзаменатора. На более высоком уровне мы с вами не увидим конкретно шаг 1, шаг 2, шаг 3. Мы с вами просто увидим объяснение ситуации и то, как нам лучше взаимодействовать в данной ситуации. Например, из последнего экзамена. Ситуация, которая предлагалась и мне запомнилась, значит, нужно поговорить с хозяйкой дома на территорию, к которой вы зашли, потому что вы думали, что здесь дом Чарльза Диккенса, а это на самом деле ее частная территория, вы у нее в огороде цветы или в саду цветы помяли. Здесь, соответственно, при любом диалоге, что нам важно? Во-первых, чтобы наш ученик смог прочитать эту ситуацию, понять, что ему нужно делать экзаменуемый, чтобы он обязательно вспомнил о чем? О том, что нужно поздороваться, о том, что нужно использовать определенные формы вежливости, о том, что это диалог, и мы взаимодействуем, то есть мы сказали фразу, опять же ждем ответа, в конце очень важно попрощаться. И действительно, вот эта социокультурная компонента, она отдельно проверяется и очень важна. например, где мы можем с вами найти похожие задания? Ага, пропал звук, у всех пропал звук? Нет. Спасибо, Анастасия. Например, мы с вами видим какую-то историю, вот здесь брошюра, очень популярные задания в многих учебных курсах, брошюра с описаниями мест, которые можно посетить. То есть мы что, очевидно, что мы с вами посещаем здесь Лондон. Какое задание можем придумать нашему ученику? Ну, значит, предложить собственно план действий на день, да, и вот вот этому, вот этой всей истории мы с вами несомненно последуем и предложим им, используя правильные фразы, да, вводя их в речь, тренируя, используя данную ситуацию, проиграть ее, ну, то есть организовать, в зависимости от возраста ученика, организовать, собственно, какой-то вот очень активный интересный день в Лондоне с посещением всех вот этих вот замечательных достопримечательностей, да, и это первая история, когда у нас с вами есть конкретный прописанный план действий, да, у нас с вами есть speaking focus, но, например, через два урока или в начале следующего урока вы в качестве повторения, в качестве закрепления в течение пяти минут можете предложить вашим ученикам, что сделать, вот разыграть такую ситуацию, вы с друзьями завтра едете, не знаю, в Павлов посад, значит, обсудите, как вы будете там покупать билеты, или обсудите, каким образом вы туда поедете, да, ну и три пункта, или что вы там посмотрите, как вы договоритесь, как вы договоритесь о встрече, то есть это все темы, которые у нас в программе прописаны, которые мы проходим, и на экзамене тоже они проверяются. Давайте перейдем с вами и коротко рассмотрим критерии оценивания устной части. Несомненно, экзамен этот оценивается, исходя из так называемых дескрипторов, которые есть для каждого уровня общеевропейской шкалы языковых компетенций, да, на всех шести уровнях. Как мы с вами знаем, условно она делится на basic user, independent user и proficient user, и каждому из этих трех уровней соответствуют два уровня, вот те, что с буковкой A, B или C. хотелось с вами немножко поиграть про дескрипторы, когда мы с вами оцениваем, например, беглость речи, которая оценивается в этом экзамене, таким образом у нас выглядит здесь дескриптор, да, и вот первый он соответствует уровню C2, второй соответствует уровню B1. То есть, конечно, хорошо бы к каждому уровню иметь дескрипторы, возможно, для ряда учеников ознакомить их с тем, что предполагается, вот мы там с тобой занимаемся по учебнику B1, что предполагается ты должен знать на этом уровне. из моего опыта проведения так называемых пробных экзаменов, да, либо МОК экзаменов, когда наши экзаменуемые, да, неважно какого возраста, 13 лет, 14 лет, они понимают четко, что у них будет 4 задания. В первом задании нужно говорить, исходя из своего жизненного опыта, то есть об этом нужно думать, да, во втором задании нужно отставить свою точку зрения, приведя три аргумента и давая экзаменатору тоже как бы, простите, вставить слово, да, как-то отреагировать на это. В третьем случае нужно будет описать одну или несколько картинок для более низких уровней, следуя за вопросом экзаменатора, для более, скажем, высоких уровней, сравнивая сначала картинки, потом более широкие истории, которые стоят за этими картинками, например, там, машина, телефон, значит, мы можем говорить с вами о технологиях, да, в четвертом нужно просто представить, что это реальная жизнь, вежливый формат, да, скажем, нейтрально вежливый формат общения, где мы с вами договариваемся о чем, либо то ли мы сдаем с вами футболку в магазин, потому что нам по цвету не подошло, то ли мы с вами выбираем футболку или цветшот в подарок брату, у которого размер S, и он хочет очень голубую, то ли мы с вами записываемся в фитнес-клуб, и спрашиваем, какие занятия предлагаются, какие условия, а есть ли скидка для студентов, кстати, показательно оказалось, что на уровне Level 2, да, то есть это у нас B1, B2, люди не знали, например, слово refund. Еще одну рекомендацию, которую я, например, даю ученикам и студентам, если вы слово не знаете, не надо его читать, потому что очень часто слова читаются неправильно, да, и понятно, что мы можем их научить угадывать смысл, да, и если, не знаю, там, подросток, он покупал себе футболку с мамой, то мы предполагаем, что он может догадаться, что в данном случае ему нужно попросить другой размер, когда он там видит S, M или L, да, но возвращал ли наш подросток, например, билет или на более там вот высоких уровнях возвращал ли он какой-то товар, потому что он был к этому не готов, предполагается, да, что в теме деньги мы в том числе обсуждаем и эту тему, и подростки у нас сейчас очень мэттьюр, в том числе и описание дескрипторов также может быть полезным, да, для наших студентов, вот смотри, у тебя уровень B1, это значит, что вот в флюенсе ты должен вот так вот уметь, да, вот здесь вот там range у тебя должен быть вот такой быть, и это значит вот это, и когда ты будешь отвечать на экзамене, экзаменатор из Великобритании в том числе будет описывать это. С моей точки зрения понимание особенно для подростков того, что проверяется, что от них ожидается, оно способствует более высоким, получению более высоких результатов на экзамене. Да, помимо range, fluency, accuracy, pronunciation, у нас оценивается, да, personal information, оценивается монологическая речь, во втором задании для уровня второй, третий, четвертый, пятый, у нас также оценивается, что здесь называется turn-taking, да, то есть возможность участвовать в беседе, для третьего уровня picture у нас оценивается, ну, как бы, скажем, развитие истории по этой картинке, то есть мы не просто говорим, да, там сидит девочка, она в желтом повере, а мы описываем то, что находится, наш студент описывает то, что находится вокруг нее, как она себя чувствует, почему, мы продумываем, придумываем вот эту вот историю, да, ну, что называется speculating, и в role-play, при проведении вот этого жизненного, близкого к жизни диалога оценивается, ну, социокультурная компонента, которая называется social linguistic appropriateness, да, опять же, поздороваться, попрощаться, важно, сказать спасибо, важно, начать просьбу вежливо, да, там, could you, would you, etc., тоже важно, все это оценивается, да, и fluency interaction, range, accuracy, phonological control, прям следуя дескрипторы для разных уровней, дескрипторы общевропейской системы языковых компетенций также оцениваются, говоря про оценку, у нас с вами есть прекрасная оценка, которая называется 3, да, в нашей русской истории, в нашей русской культуре, это, конечно, плохая оценка, вот в формате данного экзамена 3 или PASS, это попадание прям уровень в уровень, двойка, это, значит, почти-почти попадаем в этот уровень, да, четверка или merit, это практически на уровень выше, да, опять это уже точно на уровень выше, и единица ниже заданного уровня. Говоря про ресурсы, большое количество заданий я сегодня демонстрировала из прекрасного учебника для подростков, начиная с 11 лет, и мы рекомендуем его до 16 лет, поскольку предлагаем 5 уровней, это Wide World, он сделан в содружестве с компанией BBC, поэтому предоставляет очень большое количество видео аутентичного контента, современные подростки, они не разделяют, как мы с вами знаем, цифровую реальность и видеореальность, поэтому использование видеоресурсов в процессе изучения английского языка для них даже не развлечение, а просто как воспринимается как норма, что еще для нас преподавателей удобно, во-первых, что здесь очень большое количество в формате подготовки к Pearson Test of English General, более того, в углавлении у вас прямо будет указано exam spot, когда упражнение четко подпадает под данный формат, конечно же, здесь у нас большое внимание уделяется межпредметным связям, развитие навыков 21 века, и как и все наши другие курсы, есть онлайн компоненты, цифровая компонента, которая значительно облегчает жизнь преподавателям, и называется она MyEnglish Lab. У каждого нашего учебника есть свой сайт, в частности Wide World, вы можете посмотреть по данной ссылке. Здесь некоторая еще информация, есть корреляция, есть соотношение заданий к каждому моменту подготовки. Вот, например, Wide World уровень 2, он у нас соответствует Level 1, то есть по сифровому уровню A1. И здесь просто часть заданий, часть корреляции на Speaking, не вся. еще один учебный курс, который мы рекомендуем, это Focus, он для более старшей возрастной категории с 14 лет, очень серьезный учебник, который основан на 3M, Motivation, Memory и Meaning, опять же, очень большое количество аутентичных видеоматериалов, в том числе очень большое количество грамматических анимаций, которые используются для объяснения грамматики. Здесь идет очень большой хороший прирост вокабуляра за счет использования мнемотехник, регулярного повторения изучаемой лексики и, конечно же, что для нас важно, персонализация. Такая же корреляция есть ко всем уровнем учебника Focus. Для примера я взяла Focus 2 и Level 2. Это также не вся корреляция, лишь часть ее. Для взрослых слушателей от 18 лет предлагаю использовать линейку Roadmap, который прекрасно себя зарекомендовал, хотя и новый учебник в работе со старшими слушателями. Возможно, его использование по короткой истории на 60-100 часов, также и развитие отдельных навыков, когда вы идете по Extended Road, 100-140 часов. Очень большое количество здесь различных раздаток, так, на уровень 120 дополнительных ресурсов, есть мобильное приложение. И вот опять, пожалуйста, корреляция. Также, если у вас возникают вопросы, на нашем сайте Language Просвещение вы увидите книжечки нашего МОТа, и дальше у вас будет активное меню. Мы с вами видим новинки, цифровые продукты, экзамены Pearson. Если вы перейдете в эту строку меню, то вы увидите в том числе и PT General, и прямую отсылку к видео, к ресурсам по подготовке, к краткому описанию всех экзаменационных работ. В частности, на официальном сайте Pearson вы можете в ресурсах скачать официальные образцы с прошлых сессий. Как вы видите, все уровни здесь зазипованы, то есть на каждый уровень у вас будет три тестовые работы, в том числе и тестовые задания по проведению устной части экзамена. будет, и мы уже сейчас заканчиваем. В том числе вы можете скачать полезный очень документ, который называется Test Tips. Все это абсолютно бесплатно, то есть безвозмездно. Большое спасибо. У нас был рассчитан вебинар на полтора часа. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Спасибо вам, Евгения. Спасибо вам, Татьяна, Виктория. Спасибо. Большое спасибо. Буду рада видеть вас в четверг, где у нас с вами программа также предполагается очень насыщенная по подготовке к письменной части экзамена, поэтому обзор экзамена мы с вами уже не будем проводить, а сразу перейдем к непосредственно заданиям, с которыми столкнутся наши экзаменуемые на различных этапах и на различных уровнях этого экзамена. Благодарю вас за присутствие, буду рада видеть вас и активное участие, буду рада видеть вас в четверг. До свидания. так. 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 Продолжение следует...